Роаль Даль Роаль Даль Роаль столкнулся с жестокими порядками, которыми славились закрытые учебные заведения Британии. Увидев, что сын страдает, мать перевела его в школу-интернат соседнего города. Обстановка здесь была ненамного лучше. Ученик писал домой письма, где каждая строка была пропитана туской и душевными переживаниями. Мать бережно сохранила эти послания и уже во взрослой жизни Даль использовала их для создания автобиографичного произведения «Мальчик». В 13-летнем возрасте Роаль вместе с семьей переехал в город Кент и поступил там в школу Рэптона. Учился юноша очень плохо, без особого энтузиазма. Успехи демонстрировал разве что на уроках физкультуры. Из приятного в Рэптоне было только то, что несколько раз в месяц хозяин местной кондитерской фабрики присылал на пробы ученикам шоколад и другие сладости. Эти дни были настоящим праздником, ведь все дети просто обожают это лакомство. Именно тогда в голове Роальда зародилась идея создания его знаменитого шедевра «Чарли и шоколадная фабрика». Школу юноши окончил в 1934 году. Мать настаивала на поступлении в университет, но он даже слышать об этом не хотел. Сначала он отправился в Ньюфаундленд, где некоторое время работал фотографом, а затем поступил на службу во всемирно известную компанию Shell и вместе с сотрудниками которой был отправлен в командировку на африканский континент. Побывав в экзотической стране Танзании, молодой человек написал свое первое сочинение. Планы стать известным литератором отодвинула грянувшая Вторая мировая война. Не остался в стороне Ирааль Даль. Вступив добровольцем в ряды британских вооруженных сил, новобранец обучился пилотированию летной военной техники. Однако в первом же полете его постигла неудача. Молодой человек получил тяжелую травму и почти полностью ослеп. Однако после госпиталя молодой человек вновь влился в ряды однополчан и принял участие в сражениях на территории Греции, Сирии и Ливии. В 1942 году летчика комиссовали, предложив должность военного дипломата от Англии в Вашингтоне. Здесь Раальд и начал свою замечательную творческую биографию. Темой первых произведений автора была война, воспоминания которой были еще очень свежи и болезненны. Самыми известными книгами этого периода стали «Перехожу на прием» и «Гремлины», рассказывающие о мифических созданиях, строящих козни пилотам и переводящих в нем годные самолеты. Это увлекательное произведение было экранизировано в 1984 году. В 1945 году литератор вернулся в родные края и поселился в доме матери. Он издал роман об грузе ядерной войны, который оказался невостребованным. После этого Раальд переключился в написание новоэл рассказов, вошедших в сборник «Собака Клода» и «Увидевших свет» в 1953 году. Спустя год писатель удостоился престижной литературной премии. Эдгар Апо за уникальный стиль, заключающийся в смешении гротесного изображения и жестокого чувства юмора. В следующем десятилетии литератор писал в основном детские книги. В 1960-х годах он был уже состоявшимся семьянином и многодетным отцом. В 1961 году Дальк представил произведение «Джеймс и чудо-персик», завоевавшее сердца миллионы юных читателей. Интересно, что издавать книгу автор изначально не планировал. Он писал ее исключительно для собственных детей. Роман «Чарли и шоколадная фабрика» появился в продаже в 1964 году. За ним последовали книги «Чарли и огромный стеклянный лифт», «Дэнни – чемпион мира», «Большой и добрый великан», «Ведьмы» и «Матильда». Иллюстрировать книги Далю помогал известный британский художник Квентин Блейк, сумевший подобрать уникальный стиль, отражающий содержание произведений творца. Поздатель обожал жить и творить на природе. Большинство его шедевров было написано в хижине, расположенной рядом с его загородным домом. Попутно сочинитель вел домашнее хозяйство, ухаживал за садом, занимался животноводством. В своих детских произведениях Даля словно смог подобрать ключи к каждому маленькому сердечку. Его книги написаны простым, понятным для ребенка языком. Ребятишки просто обожали забавные неологизмы и каламбуры, которыми автор щедро сдабривал текст. Созданные Ральдом сюжеты содержат динамику, драму, гротеск. И даже не самые веселые финалы, однако в них добро всегда побеждает зло. А победителями в книгах писателя непременно становятся самые обычные дети. Ральдаль скончался 23 ноября 1990 года в британском городе Оксфордшир, в котором он и похоронен.